15 регион продолжает знакомить вас с жизнью в отдаленных селах Северной Осетии. В этот раз наша съемочная группа побывала в Зенцаре. Небольшой населенный пункт находится в Вологирском районе и входит в состав Унальского сельского поселения. Расстояние от Владыкавказа порядка 60 километров. Зенцар расположился у подножья скалистого хребта на правом берегу реки Ордон. Село достаточно молодое, его основали в 19 веке. Первыми жителями стали выходцы из Цамада, Ватаевы. Со временем сюда стали переселяться люди из других близлежащих населенных пунктов Урсдона до Ниссара-Инджента. Название «Женцар» по одной из версий связано с тем, что почва здесь каменистая и трудно поддается обработке. По другой из версий, жизнь в селе была достаточно непростой. Женцар. Сегодня в Зенцаре проживает порядка 100 человек. Абсолютное большинство – люди старшего поколения. Жители Зенцара радушны и гостеприимны. В этом мы убедились, попав в гости к семье Амбаловых. Виталий и Людмила родились в Мизуре, но за годы жизни Зенцар стал по-настоящему родным для каждого. Отец мой на то время работал в шахте. Здесь жили мои бабушка и дедушка. С 70-го года купили этот дом. Ну и приезжал на выходные, на каникулы. Вместо пионерского лагеря в Зенцар. Окончил 8 классов в Мизурской средней школе. Поступил в ГМТ. Горно-металлургический техникум. Окончил в 85-м году. Работал здесь в шахте. Призвался на службу. Три года служил на флоте, в подводном флоте. Ну и как все, демобедизовался и приехал сюда. На то время комбинат был огромным градообразующим предприятием. Все ребята здесь работали. Людмила, как и Виталий, окончила Мизурскую школу, поступила в институт. Долгое время работала в водоканале во Владокавказе. С Виталием они в браке 30 лет. Пара воспитывает троих сыновей и ответ на вопрос, в чем же залог крепкой семейной жизни у каждого свой. Терпение. Даже больше, чем чувство. Хочешь жить, что-то нужно прощать, терпеть. Ну дети. В первую очередь дети. Делали все, чтобы поставить их на ноги, выучить. Живописные пейзажи, свежий воздух, открытые и отзывчивые люди. Покинуть Зенцар и Отцовский Дум не просто, говорит Виталий, несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются сельчане. 21 век нормально. До меня вот дети до нас не могут дозвониться. Отсюда невозможно позвонить. Вот так с телефоном ходишь и ищешь. Молодежь тоже. Всем нужен интернет. Кому по работе, кому по учебе. У Амбаловых большое хозяйство. Огород, пчелы. Продуктами пчеловодства они обеспечивают родных и знакомых. Зенцар стал родным и для Фатимы Ревазовой. Почти полвека она живет здесь. Фатима родилась в Мизуре. Всю жизнь в трудах. Она успела поработать в разных организациях, в том числе и в санатории Томиск. Жизнь в Зенцаре сильно изменилась, говорит Фатима. Магазин был, клуб был. Потом это, ну, дети тогда приезжали очень много. А сейчас никто не хочет, потому что у нас ничего нету, ни интернета. Они же сейчас, дети, привыкли к интернету. Вот. И поэтому вот я одна живу. Сыновья приезжают, но это не то. Я хочу, чтобы мои маленькие меня посещали. И они развивались, и я с ними росла. Раньше мы весело жили в советское время. Все у нас было. Много людей было. Очень много. И было интересно. В Зенцаре нет магазина, что сильно усложняет жизнь сельчанам. Выезжать приходится в соседние населенные пункты. А для тех, у кого нет транспорта, это и вовсе становится квестом. Мы едем или в Мизур, или в Алагир. Вот я, например, езжу тогда. Сыновья мне когда бывают, я привожу на такси. Самое необходимое, даже здесь самое необходимого у нас нет. У нас красивые места. Вот ко мне приезжала младшая сестра, и она так любовалась. А я уже привыкла к горам. Мне уже все равно безразлично. Но все равно мне природа нравится. О, люди. Люди, главное люди. Хорошие, приветливые, добрые. Содержать большое хозяйство уже не позволяет здоровью. Но и сидеть без делов Атима не может. Ухаживать за домом, огородом и двумя козами. А каждые выходные с нетерпением ждет приезда детей и внуков. В центре села стоит памятник выходцам из Зенцара и Цамада, погибшим во время Великой Отечественной войны. Установили его в 2010 году. С тех пор за монументом ухаживает местная жительница Эмма Галаува. Таким образом, она отдает дань памяти героям. Считаю своим долгом ухаживать, честить. Родила в Зенцаре, выросла в Зенцаре. Работала в клубе заведующей. Потом музыка методистом. Здесь у меня семья, муж, трое детей. Дочка же замужем, четыре внука. Сын поехал в Якутию работать уже пятый месяц. Другой работает. Дробилки вот рядом между журналом Зенцаром. Ну вот с мужем здесь. Эмма приглядывает и за зданием местного клуба. Построили его больше 30 лет назад. Сегодня клуб не работает, нет финансирования. Да и состояние здания давно не отвечает современным требованиям. Мы сейчас занимаемся. Я уже обратился в соответствующий уровень, который даже и в Зенцаре отремонтирует данный клуб, и в селении Онгал. Напротив этого же здания находится магазин «Райпо». Он уже более 15 лет не существует, не работает. В совместном с нашими депутатами сельского поселения мы решили, чтобы снести данное здание и предоставить на его место все. Восстановили, как в селении Нижнего Унала, тоже ФАП. Для Тамерлана Маргиева Зенцар не просто село, во главе которого он стоит. Его детство прошло здесь мама из Зенцара. Поэтому и к людям, и к их проблемам особо трепетное отношение. Все, которые здесь живут, мы родственники, в родственных отношениях. Человек здесь привык к трудолюбию, к земледелию, к скотоводству, общению, как себя вести, как радоваться. Все это очень меня сближает. И я доволен тем, что здесь совершенно другая молодежь. Они мне, вот любого спросите, никогда мне не дали что-то вместе с ними работать. Любая проблема они мне озвучивают. Потом я по мере того, как могу, оказываю помощь. Все остальное они делают сами. Кладбище, ограждение. Даже вот клуб мы расширяли, когда здание клуба, сцену, занавески. Это все делали сами, мы сами молодежи. Говоря об острых вопросах, и жители Зенцара, и глава выделяют отсутствие интернета. Мы в прошлом году участвовали в конкурсе, получили ответ, что в ближайшие два года у нас будет интернет. Но это, вы сами понимаете, долго ждать. Население требует, у нас дети приезжают, и даже не приезжают из-за того, что отсутствует интернет. Хотя мы предоставили помещение и два года платили налоги за то, чтобы у нас был интернет-мегафон. Но как они поставили аппаратуру и посидели, сегодняшний день он находится в заперти. Мы обратились к Глобал-Аланю, они пошли нам навстречу. Сейчас мы разрабатываем совместно, как нам легче и быстрее провести интернет. Интернет в Зенцаре появится к концу года, а возможно и раньше. В этом же году планируют обновить мост у въезда в село. Во время наводнения подходы к нему подмыло. Второй год он находится в аварийном состоянии. Не влюбиться в Зенцар невозможно, говорят местные жители. И жизнь в селе непременно заиграет новыми красками, убеждены они, невзирая на проблемы. Зенцар для меня любовь. Зенцар для меня это родное село. Я бы его не поменяла ни на какое село. Для меня Зенцар вся моя жизнь прошла здесь. Какая бы она ни была, но она прошла очень хорошо. Зенцар это... Отчий дом. Отчий дом. Вот строим новый дом. Не знаю, сколько я еще поживу в нем. Но чтобы моим сыновям было куда приехать с друзьями. Вот это их родительский дом. Ну это дом, где я 30 лет живу практически. Это родина моих детей. Я бы хотела видеть Зенцар современным, с интернетом, с магазином. В современном городе хочется, чтобы мы не отставали от современных населенных пунктов. Я бы хотел видеть Зенцар развивающимся. Как-то бы подобает нынешнее время, 21 век. Чтобы молодежь более охотно здесь приезжала. Ну по мне так это вот тоже спокойствие. Ну не хотелось бы много людей, честно говоря. Но опять же просто по мере необходимости хочется какого-то развития. Процветающим немного для детей, для будущего поколения. Нам надо создавать что-то такое, чтобы им было интересно где-то приезжать. А не так, что не хотим. Так нельзя. Если бабу не будут приезжать, а что бабу делать? Так нельзя будет в жизни по-э snowball Backyard equivalent. Хотел бы, да, быть, мере. Какhanded бультик.